Так, значит так. Вот мы с вами некоторое время назад посчитали матричный элемент от двух дипольных операторов. То есть я могу напомнить, что сечение, скажем, гамма-гамма, да, гамма-гамма, пусть даже, оно выглядело как? Оно выглядело интеграл модуль Пси от х1, х1, х2, значит, в квадрате интеграл модуль Пси, х3, х4 в квадрате. Вот, это волновые функции помножить на сечение, помножить на сечение, сечение, диполь-диполь, да, х1, х2, х3, х4, там вот, значит, такого типа формулы было. Вот, это сечение зависит уже от быстроты, разности быстрот. То есть какая была картина, вот, значит, два фотона, они сфунктуировали кварк-антикварковые пары, эти кварк-антикварковые пары как-то провзаимодействовали. Волновые функции, вот мы их находили в прошлый раз, это вот эти кусочки, соответственно. Вот, это сопряженная волновая функция, это, соответственно, волновая функция, ну, без сопряжения. Внизу точно так же. Поэтому вот, это они, они сворачиваются с маточным элементом вот такого типа, это х1, х2, х3, х4, где у операторов U очень разные и V, очень разные быстроты, так? Потом мы говорим, что мы для оператора, скажем, U пишем уравнение эволюции. То есть это диполь-дипольное сечение? Да. Вот. Да-да-да, это маточный элемент с точностью до возможных кинематических множителей, которые я здесь, ну, можно считать, утопил там все функции, например, да? Это и есть это сечение диполь-дипольное. Вот оно, еще раз говорю, вот тут вот есть это 1, у них быстрота, значит, вот этих двух кварков. Вот тут это 1, вот тут есть это 2, это вот этих двух. Вот. И мы, если мы напишем уравнение эволюции, мы можем вот этот оператор проэволюционировать до вот этой быстроты и там его сосчитать. Так? Вот. Уравнение даст нам зависимость от это минус, это 1 минус, это 2, а когда их быстроты будут одного порядка, мы сосчитаем маточный элемент с этими, значит, одного порядка быстротами, и мы получим вот это. Вот этот маточный элемент мы считали с вами. Вот с кем-то считали, с кем-то не считали, но вот... Здесь что-то не написано еще. Почему? Здесь все дописано. А, там... Сейчас, но... Да, вроде все дописано. Не-не-не-не, я же говорю, что это при одинаковых быстротах. Да. Это при одинаковых быстротах. В зависимости от этого мы обсуждали довольно долго, и она, понятно, она экспоненциальная, вот, если линейное уравнение, если не линейное, то там модели вот эти, ну, в смысле приближенные решения, которые мы тоже обсуждали. Вот, сегодня я хочу поговорить о некоторой модели Глаубера для начальных условий, для уравнений эволюции, то есть для сечений вот этих диполь-дипольных. Когда у нас есть... Когда мы наш протон, который вот будет здесь вместо фотона, да, представляем неким диполем, вот, и, соответственно, изменим чуть-чуть вот эту вот формулу для него. Вот. Значит, первое, что мы будем делать, мы скажем, что давайте, вот это у меня, значит, сигма-дипольная, вот, которую я там называл, вот, мы его сделаем, во-первых, мы проинтегрируем по прицельному параметру, то есть мы напишем, что x1 это b плюс r1 пополам, x2 это b минус r1 пополам, x3 это просто, соответственно, r2 пополам, x4 это минус r2 пополам. Сейчас, подожди, секунду, то, что написано, это же не сигма-дипольная, это сигма-дипольная уже где-то эволюцию всю... Да, 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 это когда быстрот одного порядка, это то, что мы считали, это сигма-дипольная при разнице быстрот, ну, очень малой, да, с которой не дает большого логарифма. И что ты сейчас хочешь сделать? Вот, я хочу, значит, первое, что я хочу сделать, я хочу сказать, что вот давайте мы вот этот диполь заменим протоном, нижний, скажем, да, с x3, x4, усредним по ориентациям всех диполей, так, вот, И проинтегрируем по прицельному параметру, таким образом мы получим рассеяние на угол 0, вот, и это будет, значит, введем некую функцию, так сказать, описывающую ядро, плотность Диполи в ядре, да, вот, и по ней проинтегрируем, получим некую модель из вот этого выражения, которое будет нам описывать диполь. Это, если вот это выражение, это начальное условие для уравнения эволюции, когда у нас, значит, вот, ну, реальные диполи, да, стоят, то, то, что мы получим, будет начальным условием для уравнения эволюции, когда мы говорим, что мы рассеиваемся не на фотоне, а на протоне. То есть начальная модель, описывающая протон. А это позволит нам посчитать полные сечения, да? Это позволит нам посчитать все, где у нас есть маточный элемент, значит, типа, вот это вакуумный маточный элемент, да? Вот нижний фотон, он представлен вот этим оператором, так? На самом деле, если у меня внизу протон, то у меня будет вот такого типа, ну, там. Маточный элемент, да? Вот. То есть вот эти обкладки, они нам эффективно дают вот этот оператор, если это фотон, да? Ну, плюс вот эти пси-функции. Вот. А если у меня протон, то я хочу сказать, что вот давайте для вот этого маточного элемента напишем, значит, мы не можем вот так написать все честно, да? Но мы скажем, что наш протон, это примерно, так сказать, диполь некий, так? И напишем эффективную модель, вот. И эту модель можно будет вставлять куда угодно, где есть этот маточный элемент. Сейчас, окей, почему-то в этом маточном элементе только одну скобку написал, от верхнего фотона, от верхнего фотона, от второго. Это верхнего фотона, скобка. Нижнего фотона, скобка. Она пришла, она, то есть, если я пишу гамма-гамма, так, да, вот, минус трейс у 1 у 2 на n, значит, гамма, да, вот. То есть, я сказал, вот, фотон летит через что-то там, да, что-то там создаётся тоже фотоном. Тогда я говорю, что вот это равно интеграл, там, какие-нибудь, x1, так, x3, x4, psi от x3, x4 по модулю в квадрате на, вот, верхний маточный элемент. Значит, единица минус трейс в 1 в 2 крест на n, помножить на единица минус трейс в 1 в 2 крест на n. Ак. Вот. То есть, для фотона, у меня просто есть факторизация, я говорю, что у меня, значит, он структурировал в пару, это вот эта, пара живёт долго, она там летит, вот. А как она взаимодействует с ударной волной, как бы, верхнего фотона, вот, мы должны написать этот маточный элемент сюда. Всё. Это вакуумные обкладки. Вот. Теперь, а если у меня протон, я не могу так сделать, я про него не знаю, как он там флуктуирует в паре, да. Поэтому у меня вот это остаётся, вот оно такое же, как здесь, да. Но для него мне нужно написать некую модель начальную, начального условия, да. Но так как я ничего другого, кроме вот этого маточного элемента, не знаю, я её моделировать буду так же вот-вот, а-ля вот это. Вот, вот, что, собственно, хочется сделать. Вот. И первое, что мы будем предполагать, что, а вот, мы пренебрежём ориентации вот этого диполя. То есть мы проинтегрируем по всем, значит, тут у нас вектора везде, да. Не знаю, это какого-то, который в протоне, который создаёт волк? Всех. 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 То есть мы говорим, давайте получим сечение, усреднённое по направлениям всех диполей. То есть что этого, что этого. Ну, в этом смысле, как бы... Обоих. Вот. Хорошо. И... Проинтегрируем по прицельному параметру тоже. Вот. Я ещё не очень понимаю, что мы сейчас интегрировать будем, какое выражение. Вот это. Что его интегрировать будем, мы его интегрировали? Мы его интегрировали. Мы его не интегрировали. Мы вот эти интегралы брали, да? Так, там, логарифм этого отношения. Да-да-да, если мы вот эти два интеграла возьмём, у нас будет логарифм отношения. Все чудесно. Вот. Но мне нужно проинтегрировать по прицельному параметру и по ориентации R1R2. Ещё. Вот. Вот что я хочу. Вот. Потому что... Ну, протон — это какой-то набор диполей. Они как-то там распределены по своим углам. Да? Ну, и... Это предположение. Вот. Ну, на чём она? Хотя бы на диаграмму предположили, как она. То есть, в протоне у нас там вкладки, геоли там, да? Квартон бесцветный, да? Во-первых. Это означает, что мы можем... Его... Ну, по бесцветным каким-то операторам разложить, да? Сейчас. То есть, мы можем представить его в цветовом отношении, как некий бесцветный оператор. Бесцветных оператор — самый простой бесцветный оператор. Это диполь. Вот. Вот люди предполагают, что он диполь. Ну, там ведь есть только ещё один, и он тоже несложный. Следующий — это барион. Вот. И... С барионом там как бы посложнее всё. Вот. Но люди просто... Вы понимаете? Мы можем разложить вот этот матричный элемент, да? То есть, для фотона этот диполь, понятно, он сразу перешёл к кварк-антикварк, это диполь, всё. А для протона мы можем его, так сказать, представить через набор каких-то вот цветовых состояний, да? Свет, может, я просто не знаю, есть какая-то... Или просто люди говорят, давайте, вот, давайте предположим, а там, если вдруг, что получится. Ну, как, так слабенько очень звучит. Звучит слабенько потому, что... Предположим, мы его разложили по различным цветовым состояниям, вот точную формулу написали, да? Для этих цветовых состояний нам нужно написать уравнение эволюции, отэволюционировать их куда-то там, да? Вот. А, уравнение эволюции очень долгое время люди знали только для диполя. Поэтому всё и писали, что протон – это диполь некий. Кстати, как с диполем работать мы умеем, вот. Вот. Поэтому, когда народ научился работать не только с диполями, ну, во-первых, он до сих пор не очень хорошо работает с другими операторами. То есть, всерьёз, скажем, там, решений каких-нибудь так особо и нет, так... Вот. Поэтому всё пытаются представить только диполем. Вот. Короче говоря, это от бедности. От бедности, да. На самом деле, барион, то есть протон, можно представить, ну, более точно, как некий трёхкварковый цветовой маточный элемент. То есть, не такой, а трёхкварковый. Ну, вот этим я занимался. Да. Но, хорошо, это... Не, если хотите это, я могу рассказать. Да, начало. Вот. Я могу, как бы, пробарион... Не, не надо, да. Пробарион, в колонии замечательно сделаешь. Хорошо. Значит, если... Мы говорим, что протон, да? Что вот этот маточный элемент, протон, протон, какой-то оператор, мы его, в принципе, можем писать как вакуум от оператора от трёх Вильсоновских линий. Х1, Х2, Х3. У этих Вильсоновских линий есть какие-то индексы цветовые, да? Их можно свернуть в бесцветное состояние, да? Вот. Но вот тут тогда, вместо вот этой волновой функции, мне нужно писать некую волновую функцию фрагментации протона в трикварка. То есть, это будет что-то типа, значит, так, как я пишу, протон. Протон, Q, 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 протон. Вот такое. Это как раз по модулю в квадрате. Это как раз будет волновая функция вот такого типа. Но она невычислима из первых принципов, так? Вот. Собственно, как и в диполь. Но дальше мы можем сказать следующее, что, ну вот смотрите, да? Будем мы считать вот это, тут как-то определенно хорошо свернуто, да? По теории возмущений, например, да? Вот. И когда мы будем считать по теории возмущений, у нас какой вклад будет? Когда мы, скажем, одну U разлагаем, да? В ряд по G. Вот. Ну и берем, скажем, первый член с единицей, например, да? Ну, ничего другого там не будет, кроме как вот этим свернуться в диполь. Так? Вот. То есть диполь будет неким первым членом разложения вот такого вот честного, условно говоря, оператора. Да? Вот. То есть на самом деле вот эти обкладки содержат бесконечное число. То есть мы протон. Мы же можем писать, как это, трикварка на какой-то C1, да? Там, я не знаю, глюон на C2 и так далее, да? То есть вот это, это вот первый член. Если мы его еще там подразложим, да? Вот скажем, когда мы по одной будем разлагать. У нас он перейдет в диполь эффективно. Вот. И я уже не говорю, что вот дальше никто там и не смотрит особо. Вот. Потому что, ну, никто не умеет вот это все посчитать. А люди говорят просто, а пусть это диполь будет. Вот, некий. Перехода этого мы все равно не знаем. Мы его как-нибудь смоделируем там, чем угодно. Вот. Тут у нас будет просто некий диполь. Некий диполь. Вот. Но так как мы все равно не знаем деталей вот этих волновых функций, бессмысленно писать их угловую, вообще говоря, зависимость. Ну, то есть мы ее все равно не знаем. Интересно, если чего-то не знают, то бессмысленно не присутствует. Не, ну, хорошо. Это моя интерпретация того, что происходит. То есть нам бы главный вклад ухватить, а не то, чтобы там какие-то угловые зависимости. Хорошо, если бы и главный, тогда мы должны хотя бы контролировать параметры этого разложения. Параметры является характерный размер протона, то есть лямбда КХД. Мы говорим, это диполь размером, так сказать, единицы на лямбда КХД. Вот такого типа. Вот. Первое приближение. Что такое протон? Это некое бесцветное состояние а-ля диполь размером лямбда КХД. Диполь, у него спин по квантовым числам все это немножко некрасиво получается. Нет, это хорошо, но мы знаем, главный вклад дает померон. Померон несет спин 0. В этом смысле он сворачивается, когда будет, он выделит в маточном элементе на самом деле состояние, усредненное по всем поляризации. Поэтому в этом смысле это осмысленный шаг. Вот. Хорошо. Ну так вот, давайте усредним. Во-первых, проинтегрируем по B. Модель Глаубера началась в 60-х, что ли, годах. То есть это вообще такая древняя история. Так, значит, что я хочу? Я хочу подставить вот сюда, значит, через прицельный параметр размер первого диполя, размер второго диполя, вот эти координаты диполи. Проинтегрировать по прицельному параметру и усреднить по углам R1 и R2. Вот. Вот. Ну давайте. Так. Значит, если я подставляю, то я смогу по B взять интеграл. Да, это будет, ну, дельта-функция. Соответственно, у меня получится. Вот. А у меня будет B, значит, у меня будет в X1 и X2. То есть она у меня будет вот в этой скобке и вот в этой скобке. Скобки по P1 и P2, они одинаковы, поэтому мне достаточно вот в этом написать. Вот. Хорошо. После того, как я возьму интеграл по B, я получу дельта-функцию. Вот. Эту дельта-функцию я возьму интегрированием, скажем, по P2. Вот. Значит, P1, P2. Значит. Что-то не видно. Он сейчас высохнет. Тут просто... Так, это не меняется, а это я перемножу, соответственно. Ну, даже... Вот. То есть это древность такая, да. Вот. Не, понятно, что тогда вот об этом не говорили. Тогда бы говорили. сечение, так сказать, вот дипольного рассеяния, так сказать. А что диполь – это вот следы вильсиновских линий, тогда не говорили. Вот. Так. Е в степени и... Так. Я же тут забыли. Так. Так. Так, сейчас... Что говорите? Так. Да-да-да-да-да-да. Вот этого. Хорошо. Значит, так. Здесь у меня R1 пополам. Я, скажем, на это умножаю, да. Плюс и R2 пополам. Так. E в степени E в степени P1 плюс P2 на B минус E. Значит, P1 плюс P2 на R1 пополам. E в степени Это я, соответственно, помножил вот эти и вот эти и перекрестный. Минус E в степени E. Ну, это ты лишь мог вынести все, да? Ладно. P1, да? Так. Это на это. R1 пополам. А тут минус R2 пополам на P2. И минус не в степени E. Это сейчас какие перемножения? Я вот эти две скобки перемножаю. Почему эти две? Потому что в них есть B. А эти я просто переписал. Да. Так. И последний член значит будет так. Вот тут я взял R2. Значит, тут я возьму R1. Это будет минус E. И P2 R1 пополам минус E P1 R2 пополам. Так. Похоже на правду. Помножить на такую же с заменой P2. Вообще-то нет, не надо. Все. Я уже все написал. Вот. Ну, интегрирую, соответственно. У меня получится. Теклируешь ты полку, да? Ну, еще знаменатель подним подним подним. А, знаменатель, да. Значит, я хочу соответственно сигма, это интеграл D сигма по Db. Db. Вот этим я занимаюсь, да? Это у меня получается интеграл D P на P в четвертой. Так. Множитель F S C C C Вот. Да, вот сейчас я сниму, да. Вот одну я сейчас снимаю, вот у меня P1 равно минус P2. И остается у меня тут вот так, у меня остается двойка просто, Вот. И тут значит, вот эти два P1 равно минус P2, я их перемножаю, у меня получается 2 минус E в степени P2. вот это раз. Вот это даст мне E в степени минус P2 E в степени E E R2. Да. Так, а здесь значит, если P1 равно минус P2, это у меня будет E в степени и pr1 это у меня будет е в степени это будет единица и так вот это вот это будет единица это будет единица вот эти будут что-то не хорошо сейчас сейчас все сейчас я множил правильно у меня такая же скобка должна получиться я ее перемножил у меня должны собраться в такую же скобку да 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 сейчас что-то не хорошо так так нет возникнут точно такая же скобка в смысле она должна сейчас сейчас 1 должна скобка быть от r2 2 от r1 вот чем дело потому что да потому уж того я понял почему тут не должно быть нигде r2 вот в чем ошибка x2 это б плюс r1 пополам минус поэтому произведение да и двух скобок r2 быть не должно вот вот то есть тут везде r1 стоит я запутался вот в этом вот хорошо вот теперь будет хорошо это дадут даст мне двойку это даст мне r1 а это r2 но вот минус минус r1 и r1 вот замечательно это мы значит взяли сечение проинтегрировали по b вот а следующим номером нашей программы должно быть усреднение по ориентациям r1 и r2 вот и интегрирование по b вот почему сингулярненько оно оно нужно всего регулировать кэш на одно оно возьмется сейчас так значит если мы будем усреднять по ориентациям диполя это что означает это означает что мы должны значит взять интеграл d там и 1 на 2 пи и 2 на 2 пи где фи 1 и фи 2 это углы r1 и r2 да от нашего сечения значит вот у нас один диполь у него r1 это вектор этого диполя значит вот тут где-то во второй частице есть r2 диполь это его вектор а между ними соответственно есть b вот по b мы проинтегрировали а теперь мы поинтегрировать по их это поперечное пространство да по их взаимной ориентации а по это просто немая переменная вот хорошо значит как мы будем интегрировать во первых мы перемножим вот эти две скобки у нас получится значит вот эти две скобки перемножить значит будет 4 минус e в минус 2 r2 минус 2 e в степени а зачем перемножательная степень оказалась сейчас вот так у меня средняя бисель какой-то там будет да будет бисель просто ну хорошо можно так значит у нас получится интеграл dp 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 в 4 c c c c c c c c цель p dp вот этот интеграл в принципе он в ммф когда-то я думаю считался вот такой интеграл интеграл dx в степени альфа единицами же от x же там по x 0 вот у него есть ответ вот но он там через гамма-функции так далее чтобы убрать честно это некое дело вот а интеграл с двумя же 0 ну тоже весьма веселое дело вот я намекаю на то что я не хочу это на доске делать сейчас вот это табличный интеграл да вот просто их брать честно займет много времени вот да нет смотрите при малых п вот это начнется с пр в квадрате на самом деле но это бессиль вот и это начнется пер в квадрате да поэтому они как раз по в 4 сократят вот так что с ним хорошо вот это если мы бы мы не усредняли по направлениям он бы начинался с сингулярности но это сингулярность соответственно что-то типа ли она косинус помножится который заинтегрируется в ноль хорошо я не хотите они вы мне поверите я все полдня их хоть дегрил я не получил ответа из учебника у меня немножко отличается мы верим больше хорошо дело в чем значит ответ хорошо ответ если его проинтегрировать будет по п п смысле а почему вот читайте мои мысли просто да вот значит на nc так ну я напишу ответ значит наш доблестный учебник дает такой это не хватало да но я не хочу вам просто коэффициент врать о какое чудо 4p 4p x то что называется меньше в квадрате на логарифм x сейчас он высохнет и будет видно x больше на x меньше плюс 1 да вот а у меня вместо 1 получается к это не очень хорошая вещь численно один да но это некая гипергеометрия у меня которую я пока к одному не привел вот так у меня есть оправдание да я был занят немножко да вот но значит вот такое выражение x меньше соответственно это минимум x1 x2 r-1 r-2 да я оттуда пишу вот но это соответственно максимум да вот такая вот величина теперь мы говорим давайте это наше среднее сечение рассеяние двух диполей вот и мы говорим наш фотонный диполе он маленький по сравнению с размером ядра его характерный размер это единица на ку квадрат где ку квадрат виртуальность что маленькая значит сейчас тогда да не вот тут на 2 диполе до 1 в протоне 1 фото не я синтегрировал по обоим у меня тут два эра так он не зависит от двух эров значит я говорю что фото ну р гамма который в фотоне да вот размер диполе из фотона он порядка единицы на кур гамма виртуальность фотона мы говорим что ну она у нас скажем много больше много меньше вернее вот так чем единица на лямбда кхд да вот а это характерный размер диполя в адроне ну то с протоне да мы говорим что что происходит вот фото он структурировал значит в этот виртуальный диполь до диполь его размер определяется характерным значит масштабом вот этого верхнего блока характерный масштаб верхнего блока это это мы полностью не смотрим у нас просто виртуальность исходного фотона виртуальность мы говорим нашем пределе она велика много больше лямбда кхд все значит а протон его характерный размер но это типа масса протона лямбда кхд вот и соответственно размер Диполя, который в протоне Он большой А в фотоне маленький Это все из пальца Потому что вот эти диполи Пока я еще говорю Не очень понятно, как они к протону У них характерный размер Казалось бы, а какой там Там может быть размер насыщения Но у нас Разность быстрот Отсутствует То есть это начальное условие Поэтому там нет другого масштаба Ну действительно, какой Вот То есть это Это одно и то Не, ну лямбда кхд Это тебе там что там Два пемизона Ну я не знаю Ну мы же много больше везде пишем Поэтому в этом смысле это все равно Вот Итого Мы знаем, что такое лямбда большое Больше лямбда меньше Значит вот это среднее сечение Всегда думаешь, чтобы больше Да Вот Это соответственно Вот тот коэффициент Четыре альфа с Ну-ка Ну Значит Это кто? Который меньше Соответственно это Это р гамма Диполе на диполе Диполе на диполе Диполе на диполе Нет, подожди Диполе это ладно Давай так Протон на фотоне Протон на фотоне Протонам еще нужна какая-то функция перехода от протона к диполе Мы же тут вроде уже говорили, что вроде бы там как-то зарешили этот вопрос Нет? Функция перехода Вот у меня есть волновые функции фотона Они там как стояли, так и стоят А волновые функции протона Я говорю, что ну вот они вот тут собственно Вот когда мы усредняли Мы их и учли Вот Вот Это среднее По всем Нет, нет, нет Я говорю про другое Я говорю про вероятность перехода протона в этот диполе Еще Как общий множитель в этом сечении А потом уже этот диполит этому среднего Хорошо Пожалуйста Я говорю еще про некий фактор Прообразование протона в этот дипол Или я что-то не догоняю Нет, ты все правильно говоришь Но Когда мы говорим мы усредняем По 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 ориентации Но мы усреднили нормально Вот На самом деле Еще мы по-хорошему должны Вот тот масочный элемент Написать, что вот это Это Значит протон Ну в диполь Да В диполь Значит А вот это Это диполь диполь Грубо говоря Да По модулю в квадрате Вот И по всем возможным диполям Вот это вот усредняет То есть вот такой множитель есть Вот Но Мы можем сказать, что Вот Наше состояние протона Нормировано на единицу Что ты смеешься Что ты смеешься Ну я уже чувствую, что ты сейчас что-то не увидишь Оно нормировано на единицу То есть Интеграл Соответственно П На все По дх Да По всему Там Ро икс Это единица По модулю в квадрате Так Вот Главный вклад в этот икс Дает мой диполь То есть Остальные всем пренебрег Вот И так вот Оценил Ну то есть Проще говоря Что Вероятность перехода протона В диполь один Да Это то же самое Это то же самое Да Можно было так Сразу Ну я вам что-то такое вот тут и изображал Что это главный вклад Вот Это Такая Ну по крайней мере насколько я понял Вот Но главное У нас есть формула Да Вот Теперь Еще раз формула У тебя есть подход Полученный С каким-то большим ку-квадратом Так И у тебя протон Так И фотон на протоне Во всем Ты считаешь Это дело Сечения И так далее И Вот он Ку-квадрат Все То есть То есть Мое сечение Это Значит Так Наверное все-таки я вам тут Слегка наврал Вот в этом По крайней мере это лучшее Чего я понял Из того что люди сделают Вот Вот Сейчас Значит Интеграл По Др-гамма Тут у меня Пси От р-гамма Вот Значит На вот эту мою Вот сигма Соответственно От р-гамма Среднюю А это волновая функция Фотона Вот То есть Вот эта вершина Да Вот То есть Вот эти две Волновая функция Прямая И Сопряженная Они стоят А вот это Это То что мы там Наваяли Причем она тоже У тебя такая Странная То есть Ты предполагал Что это волновая функция Она у тебя от ориентации Не зависит Потому что Ее не усреднял Да Волновая функция От ориентации Не зависит Да Я предполагал Фактически Я должен брать проекцию Тогда То есть Здесь Не совсем та Волновая функция Которая стояла Первоначально Волновая функция Которая стояла Первоначально Да это ее проекция на померон из волна вот почему я и нет ее ты как раз проинтегрировать могу проекцию на из волну вот вот так это где дальше то что потому что мы знаем чтобы основной вклад дает с волна это померонный вклад я показывал что как он растет остальные падают с энергии вот сейчас нет здесь то есть волна это угловое распределение этих поля ну да а это оно и есть потому что вот этот маточный элемент по факту да он является функцией грина так а мы говорили вот из bfkl мы знаем что функция грина она раскладывается по собственным функциям собственный функция держит угловую зависимость нулевая собственная функция не содержит угловой зависимости это скаляр так вот и именно она дает основной вклад сечения вот поэтому на самом деле все остальные это некие поправки поэтому то что мы тут усредняем вот это я имел ввиду что это как бы мы все равно берем головной части вот симпатически то есть вот это сима это уже есть фактическое сечение гамма п да это да так значит все таки я тут вру вот в этом месте значит вот это это было сечение на протоне фу на протоне на на диполе характерным размером лямбда кхд так усредненная по всем направлениям да вот все таки насчет вот этого я вру на значит это было бы уж совсем плохо если я так так опять таки это на это на диполе все зря я написал это неправильно диполе а не на протоне вот это я все таки должен ну хорошо сделать то значит как это буду делать делать я буду так вот мое большое ядро вот где-то там есть диполь протон в нем есть диполь он вот там где-то вот я буду говорить что д-сигма значит по д-б д-сигма по д-б это интеграл значит д-3 б-штрих перпендикулярная д-б3 помножить на некое ро от в перпендикулярная д-сигма д-сигма дипольная д-сигма дипольная так 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 сделать я буду вот что вот есть ядро в нем где то есть этот диполь вот протон протон в нем есть диполь вот и я хочу сказать что вот есть некая функция ро распределение этих диполей вот внутри протон то есть короче некая феноменологическая функция да феноменологическая функция все тогда это д-сигма да у тебя не д-сигма по д-б3 моего диполя размером r-гамма на диполе размером r-лямда лямбда единиц на лямбда да а вот это сигма это сечение рассеяния моего диполя с размером r-гамма на всем протоне вот то есть эффективно я вот тот вот маточный элемент моделирую вот так вот и я соответственно должен сказать что вот пусть мое д-сигма зависит от b это прицельный параметр уже в протоне тот b который я сюда вставлял был для диполя как b вот а это в протоне вот он зависит b r-гамма так вот этот b соответственно я должен взять мое сечение мое сечение значит растение на диполе в точке некой там b да штрих значит вот вот скажем да 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 я сейчас это учту значит это вот мое b большое вот то в котором я смотрю вот вот тут у меня есть какой-то b штрих да или лучше вот это наверное b штрих а вот это соответственно ну в смысле от куда я считаю там мой прицельный параметр это b штрих до диполя да я по нему проинтегрировал он там вот а а б это в протоне то есть вот летит протон его прицельный параметр b а прицельный параметр диполя в протоне это b штрих по б штрих мы проинтегрировали уже я сейчас туда учту соответственно а внутри протона координата вот этого диполя это соответственно b штрих минус b да поэтому вот тут вот я должен написать б штрих минус b перпендикулярно ну и b3 вот 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 такая формула где ро это некая профильная функция вот этого вот протона вот хорошо еще раз это не д сигма это сигма почему это д сигма по db в этом смысле вот этот b то есть по прицельному параметру протона да а интегралвер по внутреннему параметру по координате диполя в протоне вот значит вот ро феномиологическая функция можно ее брать по разному можно просто сказать что это у нас у нас есть ну тут вот опять используется как для ядер так и для протона да мы можем просто сказать объем для ядра мы понимаем что говорить объем ядра но мы более-менее знаем число нуклонов ядре мы знаем соответственно мы можем говорить что ро это атом сейчас как это я а на в да константа ну и подставить сюда и будет если мы считаем каждый как я сначала говорил да каждый протон это диполь то вот пожалуйста это будет соответственно это а если мы считаем для протона тут нужно ее просто как-то брать откуда ее берут грубо говоря либо это цилиндр с характерным размером протона там да вот либо это гаусс там какой-нибудь либо еще там ну либо есть просто из ядерной физики какие-то распределения вот оттуда их берут но и диполь но и тут распределение кучу дом вообще ли это до или학교 протона внутри ядра если мы интерпретируем для определён вдetch вот для ядра интерпретировать легче я еще раз говорю для протона нужно просто писать какую-то вот но что мы дальше скажем дальше мы скажем что если мы будем говорить скажем про ядро то про ядро то мы скажем что вот вот в этом про вот зависимость значит а извини еще зачем да ну смысле мы да да это собственно это тот параметр который сопряжен передачи импульса то есть он нам важен вот да а с ней делать просто мы скажем что тут от 3 компоненты больше ничего не зависит вот такой интеграл db3 штрих да да это же новый пункт вот средняя по ну вот он он вот повод вот эти все протоны соответственно диполе которые пошли по пути вы штрих минус b так то есть мы можем ее как бы взять вот и написать ответ написать ответ когда ты все равно потом это будешь нажать на какую-то филе логическое рог про который ты знаешь что это то ли константа то ли гаммство такой точность да есть мне нечем так сказать на это скажу это вот так ну для него есть некие модели собственно грубо говоря цилиндр даю гаусс вот да да все сейчас нет красивых картинок не будет собственно это вот и есть результат вот все таки вот вот я так должен написать так что такое вот эту он написан там написано сигма уже проинтегрировано по больших да но мы скажем что мы пренебрежем в нашей функции вот этого профиля вот этим бы штрих и тогда это и есть наша значит интеграл пубы штрих которым мы только что взяли вот и мы вечно ответ будет вот такой значит д сигма по дп равно некая т от б функции профиля ядра помножить на вот это сигма типольная от но ир гамма там ну вот то что там написано вот конечный ответ с волновыми функциями да 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 и это на самом деле ну вот первая итерации этой форму вот потом можно брать и считать от россии не на одном протоне по факту вот потом можно брать им говоришь что протон вот она она летит через ядро и рассеивается вот так вот с каждым условно говоря как-то так дипольный тот диполь фотонный да вот и нужно посуммировать все возможные рассеяния вот мы пока с одним как бы посчитали то есть их посуммировать то тут будет что-то типа есть степени минус вот это вот и вот это будет уже формула глаубера вот я не знаю для ядра с большим числом а вот когда мы значит каждый фактически диполь а каждый протон представили диполем по суммировали взаимодействие со всеми ними и собрали значит вот это в экспонент да они независимо все взаимодействуют и причем они там один за одним то есть вот они там стоят он с этим про заводейство потом с этим про взаимодействовать он летит через диполь а через по через ядро и следствие это какие из этого из вот этой замечательной формулы например следствие какие вот эта функция профиля там ядра да она пропорционально а в степени 1 3 по факту вот она потому что мы проинтегрировали по б третьему тут вот то есть мы ну наш наше ядро содержит а штук нуклонов соответственно линейный ее размер вот по вот этой оси он масштабируется как в степени 1 3 вот а вот это играет роль момента насыщения в некотором смысле то есть это вот у нас тут есть r гамма да и все остальное вот на что он помножается что его безразмерит этот момент насыщения по факту вот вот такие дела соответственно момент насыщения пропорционали на в степени 1 3 вот такие выводы вот 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 ну и честно говоря вот выводить вот эту экспонент я сейчас не хочу я вывел одно потом аккуратно нужно суммировать собирать все в экспонент как-то вот так и независимые да я не очень хорошо это сам понял я так почитал но это я не могу вот сейчас вывести я просто хотел это понять я понял что как-то так очень туманно да зря я наверное это начал с моделью глаубер ну вот тем не менее но это уже вот эта формула для диполя вот когда это все с диполем это уже называется модель формула глаубера мюллера по моему чуть ли не этого сейчас и название скажу глаубера грибова мюллера формула так сейчас я еще проверю чтобы я вам совсем коэффициент неправильно не написал итак сечение ну или амплитудный угол 0 там да ну вероятно это n равно единице минус экспонента ну единственное что там четверки нет тут когда экспонента суммируешь четверки не будет и в экспоненте стоит да собственно может ли ну ну муть так собственно ее попутника у меня уже нет не должно быть июне должно быть уже там да я ее где-то значит да надыбал лишним вот но это такое показательство так сказать совсем показательство да я не знаю можно конечно посвятить но сегодня у меня форс-мажор а так можно посвятить аккуратно вот это вот экспонента повыводить если вам хочется конечно джим волк ну давайте я расскажу джим волк джим волк в этом смысле вот джим волк давайте джим волк да выключай да эту лекцию мы